Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Открытая кухня» с прерывом в неделю. Возвращаемся мы в эфир. Сегодня у меня бывшая коллега на связи, Арина Мещанова, руководитель рекламного агентства «Лейлыски», фудстилист, создатель бренда «Лейлыска Виртовая». Очень давно хотелось пообщаться с коллегой, которая достигла стольких высот, которые мы все время лайкаем друг друга в фейсбуке, в инстаграме, и раскрыть, собственно, чем же занимается Арина, как связано с ресторанным бизнесом и что такое фудстилист. Арина, привет! Как настроение? Привет, привет! Отлично! Слава Богу, все живы-здоровы, все хорошо, продолжаем работать, учитывая всевозможные ограничения и так далее, но работать все равно продолжаем, находим возможности, лазейки, плюс поддерживаем как раз тут. Тот самый тяжело живущий бизнес в Хороке, всеми возможными силами. Ну, я, честно говоря, не могу нарадоваться уже, получается, третьему гостю, гостю в своем эфире, который вот с позитивом. Мы стараемся, мы смотрим, мы какие-то новые перспективы находим для себя. Арина, расскажи, пожалуйста, вот для наших гостей, да, для наших радиослушателей про свой опыт. Вот как пришла ты к этому ресторанному бизнесу? Ты все-таки не повар, не директор, а как-то вот так вот между-между-между плавно попадала и создавала эту красивую картинку. Расскажи про свой профессиональный путь. Ну, смотри, понятное дело, что в ресторане существует не только та сторона, которая готовит, и та сторона, которая создает этот ресторан, но также очень много сфер бизнеса, которые подтягиваются для того, чтобы нести ресторан в массы, для того, чтобы рассказать о том, что этот ресторан существует, рассказать о его особенностях, показать еду, привлечь людей, которые вообще не знали о том, что им надо пойти в ресторан, потому что все же не ели бабушкины котлеты. Собственно, таким образом, собственно, таким образом, я и пришла с другой стороны, ресторанный бизнес, занимаясь рекламой уже большое количество лет. Все равно она крутилась вокруг еды, но еды, наверное, сначала не в ресторанах, начинала я и долгое время я сотрудничала с крупными торговыми сетями, которые продают продукты питания, и наша задача была как раз продать, может быть, не самые красивые продукты питания, то есть ресторанами в этом отношении, наверное, проще. А когда ты учишься продавать мороженую рыбу, перемешанный салат с майонезом, похоже на общую месивую. Но это та сложность, которую ты изначально сталкиваешь, и потом тебе красиво показать уже гораздо проще. И как основной закон фототилистов мы еще любим говорить, что чтобы фотография была красивая, должна быть красивая еда. И в 99% случаев это нарушается. Но наша задача как раз входит показать лучшие элементы, лучшие моменты, и, скажем так, подчеркнуть достоинства и убрать недостатки. Именно про рестораны, наверное, там, где мы познакомились, это самое большое мое сотрудничество, самое обширное сотрудничество с рестораном, бизнесом, с которым мы так и начали потом. Оно началось, оно продолжилось с другой стороны. Это была система рестораторства, на пике, ну, я считаю, что на пике, на взлете жирные годы рестораторства, открытие новых ресторанов, это все красиво, разные концепции. Я всегда говорила, и буду говорить, Питя молодец, и надеюсь, что в Лондоне у него все тоже получится. Это то, где я столкнулась воочию с разными абсолютно ресторанами одновременно, и с точки зрения маркетинга, то есть я была приглашена маркетинговой директор, и тем самым, используя ресурсы своего агентства, помогали, показывали, сфотографировали еду этих ресторанов. И это, наверное, был такой самый первый большой, не первый, но это самый большой шаг у ресторанной индустрии, с точки зрения именно агентства. Ну, и так как-то потянулось одно, другое, третье, очень много все равно в окружении поваров, людей, связанных с ресторанным бизнесом, просто гурманов, которые готовят дома. Ну, вот это если говорить про путь, вот так он и сложился. Я просто очень хорошо помню, когда мы обе с тобой, да, работали в рестораторсе, мы открывали совместно, да, этот ресторан Memories, реновировали его, и у нас с тобой был такой вот этот брейнсторминг, что вот воспоминания, какое же должно быть меню, и я помню твой подход, то есть он был настолько четкий, настолько чувственный, я бы сказала, да, потому что ты придумала эту печать на меню, вот все радиослушатели, кто были в Memories, да, они вспомнят эту потрясающую меню-открытку, которая-то как письмо, да, с этой печатью. Это ведь действительно нужно потратить очень много времени, это нужно понять, изучить, вот как распределяются у тебя роли в агентстве, какие услуги ты предлагаешь, потому что, ну, вот меню, это же просто начало самое, да, это знакомство с рестораном, что еще вот можно с твоей помощью сгенерировать для того, чтобы это был полноценный проект? Мы рекламное агентство полного цикла, называется по медиам, я сотрудничаю с другими агентствами, ну, или с медиа напрямую, мы предоставляем услуги всего, что связано с дизайном фото и полиграфии, то есть мы можем придумать, мы можем нарисовать, мы можем красиво, вкусно написать и выгодно, интересно, по-новому напечатать, придумать именно тот формат, который, с одной стороны, будет интересен для пользователя, для гостя, приходящего в ресторан, с другой стороны, не будет безумно дорог в исполнении, потому что меню – это такой живой организм, который достаточно часто меняется, необходимо уносить изменения, коррективы, само меню в цены, то есть имея опыт в этом все, мы все-таки тоже всегда стараемся не просто предложить художеству, то есть на картину будет картина галереи, а это должен быть рабочий продукт, который, с одной стороны, должен быть красивым, но, с другой стороны, должен быть именно пользовательным. Функциональным, да. Вот, что делать? Функциональным, да, функциональным, но еще с точки зрения именно ресторана, чтобы он стоил огромное количество денег, потому что расход на материалы достаточно часто. Я руководитель агентства, да, говори. Да, да, пожалуйста, руководитель агентства, да. Да, вы говорили, да, про распределение ролей, я руководитель агентства, то есть я отвечаю за привлечение клиентов и за общение с этими клиентами. Дальше где-то частично креативные директоры, потому что у нас нет отдельной такой позиции, мы работаем с разными людьми и привлекаем в ход разные проекты, но то, что касается изначально генерирования идей, ну, собственно, это остается мне. Плюс я работаю как фотостилиста, что ты уже упомянула, я улыбаю фаршированную рыбу, раскрашиваю белую курицу, придаю ей красивый вид, ну, и красивые тоже проекты бывают. Слушай, ну, про фуд-стилиста мы поговорим, да, у нас вот есть отдельный прям пункт сегодня, потому что это такая необычная профессия, да, потому что мы слышим очень часто маркетолог, торгетолог, фуд-фотограф, а фуд-стилист – это вот то, о чем говорят достаточно редко. Мы про это поговорим. У меня есть к тебе вот такой вопрос. Как ты думаешь, с точки зрения маркетинга, насколько пандемия и все, что происходит сейчас в мире, да, повлияло на какие-то тренды? Можешь ли ты какие-то там 3-5 назвать? Что сейчас самое важное вот в маркетинг-стратегиях? Конечно, повлияло. Опять же, говорить о том, что вот у нас есть четкое понимание того, как надо действовать в этой ситуации, ни у кого его нет. Есть те, кто как-то справляется. Есть те, кто просто сложил лапки и закрылась и ничего не делает. Но если мы говорим про тренды, про основное, естественно, все перешло на take away. Это основной тренд и то, что надо и показывать, и рассказывать людям о том, что, да, твой ресторан, любимый, может к тебе прийти домой, да, не в том виде, в котором ты привык, да, это будет не подача шефа на прекрасной тарелке, но это все равно приедет к тебе домой любым возможным образом. Я вижу, разные рестораны справляются по-разному. Кто-то делает свои авторские блюда в состоянии того, что возьми и приготовь дома сам. Кто-то привозит, кто-то все-таки умудряется привезти даже стейк, но, опять же, они обозначают, что это они приводят только, допустим, по центру или еще где-то. Каждый справляется как может, но как раз на первое место выходит именно тема того, что люди едят глазами, им это надо где-то показать, если они не пришли в ресторан. Если до пандемии основная задача была везти человека в ресторан, а уже дальше это была работа, есть смелость, господи, как же это по-русски, да. Нет, именно, ну да, окей, может быть, официанты и уже повара в ресторане уложить гостя. То есть задача маркетолога составлялась именно в том, чтобы привезти этого человека в ресторан. То есть сейчас стоит задача другим образом, что нужно человеку показать что-то, чтобы он это захотел заказать. Либо прийти заказать на вынос, но не обязательно привезти человека в ресторан, сейчас другие возможности. И да, идет массовая пропаганда тейкауэя, что любую булочку ты можешь взять в специальной упаковке, то есть что все чисто, аккуратно, на это идет основной акцент, что создаются все нормы безопасности, что мы молодцы. И я видела тоже многие заведения как раз открыто пишут, что да, нам, к сожалению, пришлось закрыться потому что на определенное время, потому что кто-то из наших сотрудников заболел, и мы очень ценим здоровье наших гостей, поэтому да, мы терпим убытки, но мы закрываемся даже на тейк-ауэй. Я очень уважаю такие подходы. Ну как-то так, да, каждый справляются как может. Но самое смешное, самое главное, наверное, наверное, что люди не боятся, открываются новые места и... Да, просто на самом деле полная улица дырного новых проектов, если так посмотреть. Да, они разные, и опять же сейчас очень на тренде хлеб, это просто, ну это тренд всего мира, все едят хлеб, все едят хлеб, все пекут хлеб, все занимаются всевозможными. То есть, из чего этот хлеб, что это не просто там, да, обычный, ну, приборный какой-то хлеб, это хлеб на закваске, это хлеб... Да, научились различать, да, научились различать все вещи, научились читать стикетки, научились ценить ручной труд, то есть хлеб стоит дорого. У меня были споры с разными нашими известными людьми в ресторанном бизнесе о том, сколько может стоить булочка с корицей, ну это, 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 ну, скажем так, обоснованные вопросы и обоснованный взгляд на ситуацию за окном, о том, что мы живем не, к сожалению или к счастью, но мы не живем не в реке Явике, не в том же Копенгагене, у нас все-таки должно быть определенное образование. Я понимаю идею того, что отвлекается другая аудитория, но, ну, в общем, мне есть что сказать, я периодически об этом говорю, кто-то слышит, кто-то не слышит, я это говорю не как маркетолог, приглашенный кого-то учить жизни, а именно больше как клиент, что вот такие реалии есть на свете. Слушай, в связи со всем этим, со всеми этими тенденциями, со сменой рынка, как тебе кажется, диджитал маркетинг, он не вымещает потихонечку классический маркетинг, потому что все-таки, если мы говорим про доставки, это все вот приложение delivery, это какие-то акции в Facebook, в Instagram, у нас отходит немножечко классический маркетинг, какие-то там листовки, наклейки, баннеры, все, что мы привыкли раньше разрабатывать. Ну здесь опять же, что мы называем классическим маркетингом, и как часто и как быстро меняется это понятие, потому что маркетинг, это все-таки, это продажа, это продажа, привлечение клиентов, но каким образом это происходит, через онлайн, или это кто-то бегает, раздает рисунки, ну да, от этого мы уже уходим, от этого ушли достаточно давно, но до сих пор все равно живет директ-мейл, то, что приходит, почтовая рассылка по почтовым ящикам, он работает совсем на другую аудиторию, и, наверное, да, не на рестораны, но опять же, как же той же бабушке, внуке могут объяснить, что она может себе что-то заказать, все равно, и она это должна где-то увидеть, то есть, это совсем другая аудитория, это совсем другой рынок, но оно живет, то, что касается digital, да, я смотрела последние исследования, 80% всего происходит в интернете, всего маркетинга, так что, но, понимаешь, даже для того, для той же дигитализации, необходимые прикладные профессии, для того, чтобы это поставить в интернет, тебе нужно это как-то сфотографировать, тебе нужно придумать, что с этим делать, потому что, ну, скажем так, поставить пост в Инстаграм или поставить пост в Фейсбук, ну, дело не хитрое, ну, чисто механическое, придумать стратегию, придумать, что с этим делать, и это все-таки тоже классический маркетинг, именно разработка стратегии, именно создание идеи, нахождение тех крючков, на которые можно поймать покупателя, но это все тоже классический маркетинг, и никуда не верится. Ну, то есть, какая-то рекламная компания в любом случае, да, то есть это все нужно щупать, да, и заинтересовать, далее это, ну, просто диджитал – это один из ресурсов. Интернет – это платформа, это платформа, так же, как радио, так же, как телевидение, это просто платформа, а сама идея, сама стратегия, она никуда не девается, и все равно приходится придумывать человеку, основываясь на определенных пониманиях того, что сейчас происходит. – Ну, каким тебе кажется, вот если мы возвращаемся все-таки к реальному маркетингу, да, к тому, что, если мы поговорим про ресторанную сферу, меню – это такая продающая штука, то есть, насколько оно грамотно составлено, да, настолько оно хорошо продается, оно запоминается, оно хорошо читается, а вот как тебе кажется, да, каким это меню должно быть, потому что среди рестораторов очень много споров, то оно должно быть суперсдержанное, то оно должно быть на одном вообще листке, то оно должно иметь все-таки несколько страниц. Вот твое мнение как маркетолога, как человека, который давно в этом? – Мнение мое как маркетолога, я скажу свое мнение как человеку и как маркетолога, из того, к чему мы всегда стремились, опять же, нужно учитывать разные кухни, бестро, рестораны, сколько кухни и так далее. – Ну, давай, если мы говорим… – Такой вот прям классический ресторан где-то вот в рижском пищеблоке нашем, надзирном, каким? – Мне всегда казалось, я всегда хотелось, чтобы ресторанное меню было таким, чтобы его человек хотел тащить. на этом, скажем так, на этом, и вообще и весь мерч, и все в ресторане должно быть таким, чтобы человеку хотелось этим обладать. – Да. – И если, ну, это известная история о том, что таскают и стаканы, и кто-то салфет. В общем, это очень хорошо, если у вас в ресторане воруют мерч, если у вас в ресторане воруют меню, если у вас сделано что-то такое, чем человек хочет обладать. Внесите это в свое сцену меню, вставьте, печатайте эти меню в большом количестве, потому что, ну, это прикольно, это, во-первых, у тебя всегда под рукой логотип, ты об этом помнишь. – Да. – Скажем так, классические рестораторы скажут о том, что все это детский сад, что это не про ресторан, что это про бестро, забегаловку, не знаю, все остальное. Ну, в Латвии нет ресторанов в ровном шлеме, к сожалению, или в счастье. То есть давайте говорить, давайте смотреть на реальность с нормальными глазами. Поэтому здесь набежу немножко в сторону, и чем проще, легче это меню сделано и написано, тем проще будет продавать. Я сейчас говорю больше про масс-маркет, если мы говорим про классический ресторан, в который приходят люди, которые не экстра-мега-гурманы, различающие запах белого трюфеля, черного трюфеля и так далее. Вот чем проще будет меню, и чем оно интереснее нам будет привлекать тем, чтобы тебе хотелось его забрать с собой, это если мы говорим про визуальную составляющую, тем лучше. Есть еще такая составляющая в меню, как язык. Язык того, каким образом повар или тот, кто составляет меню, пытается донести вкус оригинальной блюда до человека. Один момент был очень модно использовать большое количество неизвестных слов, неизвестных каждому второму человеку, приходящему в ресторан. Это соус, это какая-то подача, это какая-то техника приготовления, которую ты читаешь, и что? Ты читаешь, не понимаешь, да, приходят официанты, задаешь вопрос, и официанты на тебя смотрят такими же глазами, как и ты сам, в худшем случае. К сожалению, я не говорю о том, что так было везде, есть прекрасные места, где официанты научены, рассказывать. Скажем так, если у вас персонал сможет объяснить ваше меню и сможет его продать, то да, можно использовать любые слова, образовываться людей, которые к вам приходят, это тоже неплохой элемент, именно подача новой информации. Но все должно быть сбалансировано. То есть, если официанты не в состоянии объяснить, что вы написали в меню, насколько бы оно круто и правильно с точки зрения услуга, пусть не было написано, но это сразу не бывает. Это такая, как вот то, что ты описала, это такая, как интрига, это такое, как даже можно сказать, предисловие, да, то, что ты прочитал, не понял, официант пришел, но у него должны быть хорошие, там, а, скиллы по сервису, б, скиллы коммуникабельности, там, скиллы по продажам, да, то есть он должен вкусно описать тебе доступными словами, чтобы ты то непонятное все-таки захотел, представил, визуализировал и вот заказал. То есть вот так? Да, так, и из личного опыта могу сказать, это, конечно, заслуга копирайса развития, это вот то чувство, когда ты читаешь меню, ты понимаешь все слова, они написаны понятным для тебя языком, и ты хочешь все. То есть настолько, оно не обязательно там целая сказка про это блюдо, но оно настолько вкусно написано, это искусство, я сотрудничаю с людьми, которые это делают, я сама, к сожалению, не настолько развита в этом отношении, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, социалисты должны заниматься своими вещами, но действительно вот встречаются такие меню, не буду сейчас называть, наверное, громко чьи-то имена, но вот прям молодцы, вот прям сразу говорю официантам, что у нас такое меню, все хочется попробовать, даже до того, как перешел официантам продавать. Ну, то есть, если мы говорим о анти-трендах, то вот эти меню с картинками, эти пленки, которые, помнишь, вот так ты листаешь, и они так еще слипаются вместе, это точно no, то есть, ну, не надо, если вы хотите открыть свою какую-то там точку общепита, там важный ресторан, это кафе, это бестро, не стоит? Не соглашусь относительно меню с картинками, особенно если мы говорим о туристическом месте, особенно если мы говорим о том месте, куда люди прибежали поесть, обязательно картинки, обязательно, и здесь очень четко нужно понимать, на кого у тебя рассчитан на меню, на того, кто готов его воспринять, прочитать, переварить и съесть буквы, ну, скажем так, или на того, кто увидел и захотел именно это блюдо. Здесь очень-очень тонкая грань, я не соглашусь с утверждением того, что вот меню должно быть без картинок, это все, это все Макдональдс или там еще что-то, это все низкий уровень, неправда, зависит от того, как оно сделано, у нас в портфолио есть несколько очень удачных примеров именно с картинками, когда они интегрированы, да, это не там не циферки один, два, три, кебаб такой, кебаб-тику, нет, это меню достаточно хорошего уровня ресторана, оно с картинками, оно продает именно, вот ты открываешь, и ты хочешь именно это. Как раз то, что ты все объясняешь сейчас, ты говорила про стилизацию, грамотную, да, про там оформление, это все, собственно, подводит к вопросу про фуд-стилиста. Расскажи, вообще, можно ли выучиться на эту профессию, что ты делаешь, да, то есть, как вот поймать эту нить, эту стилистику для того или нового меню, чтобы ты вот прям увидела сначала до фотографии, поняла, что, о, получилось. смотри, сейчас тренды такие, что выучиться, если мы читаем, какие курсы доступны или еще что-то, выучиться можно практически всему, и я периодически ведусь на эти, тоже, называется, да, сапожники ведутся сами на рекламные предложения, вот, вчера я очередной вебинар послушала, заплатив даже денег на эту тему, есть бесплатно миллион всего, и на самом деле, если есть понимание, что ты ищешь, ты найдешь очень большое количество бесплатной информации, потому что по стайлингу, по оформлению, но я даже заплатила денег за вебинар, который назывался, ну, который говорил о том, что он расскажет про геометрию тарелки, про украшение блюда, про все остальное, плевалась дальше, чем видела, вот, потому что, ну, когда тебе рассказывают, что, да, ходите по земле ногами, ешьте с ложкой, а второе лучше вилкой, но это даже не смешно, это то, что мы говорим про обучение, да, вот, про фуд-стилисты я могу сказать так, я поездила, получилось действительно профессионалов, которые рассказывали про технику, это уже более глубокая, более глубокая специализация, это больше о том, как фотографировать не ресторанную еду, а как фотографировать именно продукты питания для клиентов, для упаковки, для каких-то рекламных компаний, то, что очень модно говорит, ну, да, там же все, где клей течет, и машинное масло вместо настоящего, и там, клей вместо молока, нет, я так не работаю, я работаю с натуральными продуктами, я, да, этот продукт может быть не до конца приготовлен, и он может быть не очень вкусен, но на фотографии он будет выглядеть прекрасно, вот это входит в мою профессию, и это то, чему можно научиться, можно посмотреть, как работают действительно профессионалы, и наши, ну, я имею в виду ближние зарубежья, и то, что есть американская тенденция, но можно научиться именно технике, стилю, как таковому научиться нельзя, это все насмотренность, это все насмотренность, это нужно понимать, чего ты хочешь, это красивые картинки, это с одной стороны насмотренность, с другой стороны практика, да, работать, работать и работать, это не первый раз мне задают вопрос, ну, как стать фотостилистом, фотографировать, даже то, что люди сейчас все снимают на айфон, это тоже, скажем так, у кого-то есть задатки фотостилистом, просто чувствуют, что здесь вот можно бросить эту веточку, а здесь положить вот эту ложечку, или тут где-то салфеточка у тебя будет лежать, у кого-то нет, и тем же самым телефоном можно создать прекрасные снимки, можно создать то, что лучше никому никогда не показывать. Так что... Ну, много времени уходит на то, чтобы вот эту композицию, этот натюрморт какой-то определенный вот составить для финальной версии? Зависит от блюда, конечно. Вот сейчас работаем над разными проектами для кулинарных книг, уже не первую делаем, и вот сложилось уже, ну, наконец-то мы выработали определенную схему работы, и установку света, и все, хотя все равно на каждую книгу есть своя стилизация. Но, скажем так, вот если мы возьмем кулинарную книгу какую-то, откроем ее, увидим красивую картинку, но у меня уходят на нее в среднем часа. На одно блюдо. Без приготовления. Это именно на стилизацию, на выбор реквизита, на то, как, с какой стороны, каким боком лучше это блюдо повернуть, фон и так далее. Это то, что касается вот такого, то, что я сейчас могу привести пример, то, что посчитано. С остальными, это поэтому всегда очень сложный вопрос, когда ты приходишь к новому клиенту, он говорит, ну, сколько нам это будет стоить? Я говорю, ну, вот такие у меня расценки в час, но, понимаете, я всегда считаю под проект, потому что, если у меня вот сию секунды музы не прилетела, то, ну, это не вина клиента, и в таком случае час, час моей работы пройдет даром, но мы тогда делаем расценки именно на проект, считается, все зависит от бюджета клиента, и от того, как я вижу этот проект, насколько это сложный продукт, ну, то есть, понятное дело, что снимать там красивый щербет какой-то, или красивые поточные складочки, это одно. Харизматичные и фотогеничные. Да, продукты тоже бывают фотогеничными и не фотогеничными. Да, ты сказала там салат с муминезом, да, какой-то, что еще нужно его правильно там выложить, чтобы он там блестел, не знаю, там была какая-то композиция. Можешь ли ты дать какие-то, ну, скажем, практические советы, да, тем людям, которые сегодня нас слушают, вот такие, даже do's and don'ts, вот что точно да, например, да, в профессии фут-стилиста, что точно нет? Не могу, потому что нет однозначных да и нет, то есть нету таких строгих правил, не знаю, там ставьте свет с правой стороны или эти соус густой или жидкий, таких правил нет, и вот то, с чем я столкнулась как раз на недавнем вебинаре, когда мне рассказывают вот именно как в камне высечены, вот так делать нельзя, да что? Да ну правда. Ну, сейчас настолько меняются тренды, настолько новые веяния входят, что соединяется несоединимое, основной совет продолжайте работать, если вы хотите в этом работать, если вам это нравится, посмотрите на картинки, которые вам нравятся, полный интернет, полный инстаграм, полный пинтерест, шикарных картинок, есть такие, ну как я называю, мертвые картинки, которые ты смотришь, да, ты прям видишь эти муки творчества, как у тебя вот этот листик подвинут, вот этот выдвинут, вот оно все прям в муки творчества, она правильная картинка, как по учебнику золотое сечение нарисовали, ну блин, невкусно, ну потому что вот она замученная, а бывает такой вот художественный взрыв, вот просто вот так вот все легло, естественный свет из окна, и кто-то с телефоном сфотографировал картинку, она вкусная, прекрасная, живые цвета, пусть это будут самые там, не знаю, простые фирминки. Если я правильно понимаю, здесь нужно чувствовать, здесь нет каких-то там стандартов, да, каких-то вот, ну понятно, наверное, они все-таки есть, какие-то там начальные, да, условно, что нет, что да, но в основном это чувствовать, это понимать, это уметь самому, да, там вовремя этот листик какой-то повернуть, этот цвет из окна сломить и так далее. Да, нужно просто понимать, что тебе нравится в первую очередь, кто-то любит просто перегруженные, перегруженные блюда, кто-то любит минимализм, дальше уже идет так. Арина, а расскажи, у нас еще остается чуть-чуть времени, про свой другой проект, да, то есть вот с лилоски агентством поняли, можно обращаться, человек сделает и меню, и фотографии, и подберет весь брендинг, знаю это по себе, когда открывали Меморис вместе, так что вот прям гарантия качества 100%. Что такое лилоска виртва? Как ты к этому пришла? Как недавно было со мной интервью в журнале открыто, все самое интересное пришло само, все как-то так само сложилось. Я по совместительству еще и готовлю всякие сладости. Я не называю себя громко кондитером, потому что, скажем так, бумажки о том, что я кондитер закончила два года профтехучилища, у меня нет. Но у меня есть огромное количество пройденных курсов у мирового уровня наношефов и в Франции, и в Испании, которые научили тому, что сейчас действительно модно, которые рассказали и о веганских десертах, и о том, что чем можно заместить. я сейчас много занимаюсь темой ПП десертов, так называемых, правильного питания, без сахара, без муки, без масла. Здесь тоже нет однозначного мнения. Классические кондитеры, конечно, скажут, что это все не десерты, это все сублимация, и если вы едите десерт из непонятно чего, то это уже не десерт, и не обманывайте себя, но если мы берем именно потребителя, он этого хочет. Люди хотят извечная женская идея и мечта есть и не толстеть. Чтобы такого есть, чтобы похудеть. Чтобы похудеть, да, именно так. И вот, собственно, этим я сейчас в последнее время и занимаюсь, разрабатываю разного рода десерты, смотрю, пробую, что с чем работает, что с чем не работает, практикую на своих клиентах, у меня много кто накормлен бесплатно всеми моими отработками, потому что, ну, мне, как-то, совесть не позволяет брать деньги за то, что я еще не считаю идеальным и доведенным до результатов. Да, я готовлю под заказ, я готовлю под заказ разные десерты, начиналось все с десера, потом пошли и другие десерты, сейчас вот идут и ПП торты, и разного рода другие десерты, это хобби, это не основной вид бизнеса, это хобби и это не массовое, у меня нет идей, планов открывать кафе, цех или еще что-то, у меня зарегистрировано производство как домашний кондитер, моя цель у меня все официально, все ПВД, все бумаги, все. Это важно, да. Много кто занимается, конечно, этим просто у себя дома на кухне, я очень слежу за тем, чтобы все было так, как нужно, я работаю с крупными клиентами под корпоративные заказы, поэтому для меня это важно. Да. Боремся за вкус, боремся за то, чтобы это было красиво, это не дешево, это не, я, то есть, допустим, есть люди, которые спрашивают, ой, почему так дорого, да, это дорого, это, у меня нет помощников, я все готовлю сама, это личное время, которое оторвано от основного бизнеса, поэтому, ну, чтобы мне тоже было интересно этим заниматься, это достаточно дорого, но я отвечаю за качество продуктов, я отвечаю за то, что это, в моем понимании, это будет вкусно, интересно, и всегда идти вперед. Не, ну, мне кажется, просто это действительно очень классно, что ты, ну, получила для себя колоссальный опыт, да, в плане маркетинга, да, ты развиваешься в фуд-фотографии, в фуд-стилистике, и что сейчас ты еще и своими руками можешь радовать людей, да, потому что я как-то услышала в Барселоне потрясающую цитату, что самый высший вид искусства это еда, потому что ты ее можешь поглотить в себя, вот, и очень круто, что, да, там, ПП направление, да, и так далее, что десерты развиваются, потому что я видела эти, и пока что не пробовала, но надо это исправить, видела действительно, все это красиво, вкусно, уверена, что в жизни так же, да, то есть пробуя, у меня остается, наверное, последний к тебе вопрос, но сегодня мы прям много-много сегодня успели обсудить, давай в трех предложениях, как ты видишь, с точки зрения того же маркетинга, да, каких-то там фишек, выход из кризиса для сегмента Хорика? Я скажу в одном предложении, я не знаю, это, это, к сожалению, та самая тема, которую никто не знает сейчас, как правильно, я стараюсь именно, вот как агентство, мы помогаем тем, кто еще держится на плаву, мы стараемся идти навстречу, и, ну, мне самой чисто по-человечески жалко какие-то маленькие заведения, которые стараются выживать, и, то есть, ну, мы не совсем, конечно, занимаемся благотворительностью, но идем навстречу тем, кто старается все-таки работать, не просто закрылся, что чаще всего, на самом деле, в это время было более выгодно экономически, чем работать без минус, но для того, чтобы места жили, для того, чтобы жило качество, ну, я считаю, что выход все равно он будет, мир не будет таким, как прежде, понятное дело, и очень, много, очень многому количеству ресторанов придется переформатировать свое все, начиная от площади, там, с такой количеством людей уже не будет приходить, уже все привыкли к тому, что домой приехала та же самая пицца, придется очень четко подстраиваться под обстоятельства, ну, плюс, опять же, наши ограничения, которые будут о чем-то говорить, сложно, я не знаю, я не берусь судить, я не берусь сказать, как нужно поступать, и как это все будет выглядеть, увидим, увидим, и я все надеются на весну, на лето, что, ну, как-то это все будет существовать, и... Лето, да, весна, я думаю, что вряд ли, к сожалению, как бы нам всем не хотелось, ну, да, поскучились, как не хотелось бы получить, наконец-то, эти эмоции, атмосферу, да, посещение каких-то ресторанов, супер, я, я, на самом деле, считаю, что у нас сегодня получился максимально полезный эфир для молодых людей, которые хотят себя реализовать, найти себя в новых профессиях, восхищаюсь твоему тандему с Лешей Белокопытовым, который тоже делал для меня съемку, мне кажется, что, ну, вот, это профессия нового нашего тысячелетия, да, когда ты не просто, там, маркетолог, ты можешь выбрать что-то, выбираешь какой-то стиль, ты, там, фотографируешь, ты организуешь все это, еще и готовишь, вот, поэтому уверена, что этот эфир будет полезным, классно, что ты сохраняешь этот позитив, очень рада тебя видеть, просто хочу от всей души, по душе, вот, прям, пожелать, чтобы эти все таланты, эти все проекты только набирали обороты, несмотря на пандемию, несмотря на все, что происходит вокруг. Спасибо тебе, спасибо за эфир, хотела, раз уже упоминали Лешу Белокопытову, работать с разными людьми, много сейчас работаем, со плавой шишлова, именно как фуд-фотографом, именно как фуд-фотографом замечательно умеет поймать момент, вот именно вкус этого блюда, это тоже должна быть чуйка, то есть, да, есть, можно чему-то научиться, но должна быть чуйка. Много в Риге хороших фуд-фотографов, много людей работает, благо, есть сейчас возможность, да, запрещены фотосессии, но фотосессии нам запрещены очные, но как мы все-таки нашли лазейку фотосессии с колбасой, один на один она может происходить, потому что это не живой продукт, есть определенный, ну, колбасой с любым блюдом, это даже под нынешние ограничения, это подходит под правила, все равно продолжаем работать. Спасибо тебе, спасибо за то, что позвала, надо исправить тему того, что не попробовала на десертах. Обязательно, обязательно, Арина, закажу, впереди много праздников, есть интерес, есть желание, ну, собственно, нашим радиослушателям тоже советую попробовать, только могу действительно пожелать всего самого лучшего, сегодня у меня в гостях была Арина Мещанова, руководитель рекламного агентства Лейлоски, да, фуд-стилист, создатель бренда Лейлоска-Виртова и моя бывшая коллега, ну и я, Валерия Иванова, Открытая кухня, до встречи в следующем понедельник, всем хорошей недели. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,